Привет, с вами Дмитрий Михайлов, магазин дымоходов по продаже и их установке. Выехали на очередной объект, за вами сейчас у нас такой дачный домик небольшой, жилой и заказчики меня обратили для того, чтобы помочь им установить печку, сделать грамотный монтаж, сделать правильный монтаж. Для чего? Конечно, чтобы в доме было тепло. Перед вами сейчас печка Invicta. Находимся мы в таком помещении, небольшое. Печка рассчитывалась с учетом того, что прогреть это помещение, плюс еще дополнительное. Печка покупалась в одном из магазинов города Минска. Главое стекло, вернее, и левостороннее открывание. Вполне достойная печка, вполне интересная. Получится, сделаю по ней обзор, посмотрим, как она горит. Это все потом. Сейчас у нас вопрос стоит с дымоходом. У нее верхнее подключение и устроен шибер. Мой вам совет, если вы решаете купить камин с шибером или без, то, конечно, покупайте с шибером. Потому что в дальнейшем идете от многих монтажных вопросов, когда будете делать каркас. Лучше переплатить 50-60 евро за этот элемент. Здесь он закрыт практически на 100%. Это технологические зазоры, без них никуда не уйти. И открывание идет через эту ручку. Кирпичи поставили пятистал. Заказчик ставил. Вполне достойно, вполне нормально. Все, будем идти мы вверх. Будет опорная площадка, какой-то участок трубы, опорная площадка. Покажу вам, как можно монтировать дымоход на садной, либо приставной. В этом варианте будет на садной. Начали мы резаться. Смотрим, вот наша линия. Это центр дымохода. И смотрите, как бывает, дамы и господа. Поэтому, когда дом делается без проекта, вот такие вещи встречаются всегда. Поэтому мой вам совет, когда вы что-то затеяли, а вернее строительство дома, старайтесь строить все по проекту. Если была бы проектная документация, этих труб бы не было. Теперь смотрите, у нас дымоход ровно попадает на подачу и обратно в труб для отопления. В центр, да? Но, к сожалению, это так. У меня даже слов нет. Это хорошо, что я не стал резать пилой сразу два этажа. Потому что опыт есть. И знаю, что бывает такое. В потолках очень много вещей прячут. Поэтому здесь уже опыт, опыт и только опыт. Сейчас будем как-то решать эту проблему, не зная как. Постараемся отодвинуть в сторону. Так, сейчас я вам расскажу, как делается включение к печи. Вот тут насадка нижняя, вот этот переход. Он весь собирается по конденсатам. Для чего это делается? Объясняю вам. В первую очередь для того, чтобы конденсат не пошел вот по этому чугуну. Этот переход эксклюзивный. Подключение делается индивидуально. Обязательно там должен стоять уплотнитель. Потому что нельзя, чтобы вплотную соприкасался переход с металлом. Два металла расширяются. Не дай бог, что он бы треснет. Поэтому нельзя плотно, 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 чтобы соприкасалась нержавейка с этим вот патрубком. Для того, чтобы не треснуло, еще ставится дополнительно вот такая монтажная площадка. Это еще не все. Вон еще одно крепление. Вот эта вот площадка держит всю трубу. Труба нелегкая. 200 на 300. Не дай бог, такой вес будет давить вот на этот патрубок. Он просто все разломает. А если здесь треснет, то у вас возникают проблемы. Большие замены топка. Конечно. Очень много у меня клиентов, которые недовольны тем, что камин воняет. Почему воняет? Да потому, что самое просто. Взять и одеть вот сюда трубу. Это стандартная комплектация. В любом магазине вас именно так и укомплектовывают и продавцы, ну и монтажники. Конечно. Объясняю, почему. Да потому, что это очень просто. Поставили трубу и пошли вверх. Не надо вам загоняться, какую-то герметизацию делать, думать о том, чтобы дым не пошел. Как сделать герметично. Поставили и все. Нет, я так не делаю, потому что я знаю, что если собрать по дыму вот этот участок, вот здесь появляется конденсат. А вы никуда от него не денетесь. Почему он появляется? Вы ушли, вы весь день топите, все хорошо, на ночь вы не топите. Утром приходите, камин холодный, конденсат пошел. И все. И вот это начинает течь. Конденсат вот здесь, вот здесь, вот здесь по стенкам. Это вся вонь просто, ну, невыносимая. И вы просто перестанете топить. Поэтому надо собирать. Это мое мнение. К этому я пришел, сдав не один объект, не один десяток объектов, что патрубки надо именно собирать вот эти вот по конденсату. Для монтажника это тяжело. Продавцы в магазине вас так не укомплектуют. Поэтому хотите пользоваться камином, хотите наслаждаться, собирайте все по конденсату. Конечно, тепленая труба также 200 на 300 вся собирается по конденсату. И вся влага, если какая-то есть, она течет вот на этот верх-низу. Он съемный. С него, кстати, и производится прочистка потом. Не доберусь. Ну да, вот видите, шибер, да? Открыли-закрыли. Снимаете вот этот зуб верхний, и прочистка вся проходит снизу вверх. Все, напоминаю, здесь 1 мм. Переход, правда, 304-й сделан, 1 мм. 430-й. Внутри и снаружи 0,5-й. Тоже 430-й марка стали. Надеюсь, что видео это кому-то поможет. Кто-то подойдет тому, что камин надо именно собирать по конденсату, а не по дыму. Кто увидел, у кого есть такая проблема, ставьте, конечно, лайки. Потому что об этом молчат продавцы. Молчат продавцы, производители топок, что надо именно собирать по конденсату. Почему? Потому что комплектовывать реально тяжело. Это нестандартный элемент, и каждому патрубку, у каждого камина свои выходы. И наличие такие переходы держать невыгодно. Я об этом знаю, поэтому я собираю только системы по конденсату. И, конечно, с разгрузочной площадкой. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Всем до новых встреч. Заказывайте у меня монтаж дымоходов, покупайте у меня дымоходы. Я комплектовываю на 100% и, конечно, с гарантией. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.